День защитников Отечества День защитников Отечества На улицах часто встречаешь пограничников Пересекая границу, ты обращаешь на них внимание Солидные все люди, в форме Решили вы поступать в институт пограничной службы Как отреагировали на это ваши родные, ваши родители? Родители были, конечно, немножко шокированы, но они были рады Мои родственники были удивлены, так как из моих всех старших братьев Я была самая младшая в семье Никто еще не служил, я была первой В 16 лет маленькая девчонка пошла на военную службу Расскажите об учебе в институте пограничной службы Мы знаем, что вы в этом первом наборе женском были Как все прошло? Когда мы поступили, у нас было 20 девушек Изначально у нас было КМБ, это был такой самый трудный Курс молодого бойца Может быть, да, не всем понятно, да Алена, не благодари, пожалуйста Курс молодого бойца, где мы, конечно, освоили все азы военной службы Где мы поняли, куда вообще мы попали и что будет дальше Жили в палатках Нет, до такого не доходило, конечно, были условия хорошие Но привыкать было, конечно, тяжело Когда ты пришел вообще из другой сферы, как я Из сферы спорта я пришла в военную Дальше что? Потом у вас были какие-то пары Да, 4 года обучения В основном это военные предметы были какие-то Было много интересных занятий по огневой подготовке, по тактике Когда мы ползали в поле, стреляли, да Ну все, я так понимаю, наравне с парнями? Конечно, да У нас на курсе было 20 девочек и 80 парней То есть, как бы, смотрели на нас, конечно, парни косо То, что думали, к нам относятся как-то мягче, чем к ним Но мы старались от них не отставать Хотели показать, что мы тоже можем Мы же такие же, как они, военнослужащие Тем более не все мастера спорта по вольной борьбе Тем более А как дали в руки оружие, так вообще, как бы, никто просто перестал А вы сами как себя чувствовали вот среди такого количества парней? Конечно, было неловко Если взять весь институт полностью, это 300 парней и 20 девочек Внимание, конечно, было сосредоточено колоссальное на нас Но со временем мы привыкли к этим взглядам Я думаю, они тоже привыкли к вам Конечно, безусловно, было много внимания к нам Но мы знаем точно, что у вас и муж из военных сфер Нет, подожди, давай по порядку 4 года обучения, дальше распределение Вы попали на пункт пропуска Берестовица Расскажите, чем вы там занимаетесь, что делаете, что входит в ваши обязанности? Я являюсь старшим контролером отделения пограничного контроля Берестовица Мои обязанности входят Осуществлять пропуск лиц через государственную границу Выявлять нарушителей При выявлении недействительных документов Документов, не принадлежащих владельцу Проводить специальную проверку документов Пресекать конфликтные ситуации Либо вести административный процесс То есть в случае, если кто-либо захочет проехать границу без, скажем так, оснований Это все будет иметь дело с вами? Да Какой должна быть женщина, которая служит? Какими качествами должна обладать? Вообще женское ли это дело? Безусловно, женское Женщин в нынешнее время достаточное количество В пунктах пропуска, тем более Потому что женщины более внимательны к проверке документов Как в нашей сфере Они как-то могут корректно обращаться С лицами, пересекающими государственную границу Могут где-то улыбнуться И человек не захочет с тобой ругаться Учеба, распределение Ну давайте по порядку Дальше ты хотел про мужа спрашивать Я хотел про мужа У вас есть муж из военной службы Расскажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились? Он тоже из пограничников Да, познакомились мы, когда я была на первом курсе Он уже был выпускником четвертых курсов Ну все, видите, 19 уже девушек Что вы, 20-20? Уже 19, одна была уже занята все время Нет, ну честно говоря, первый курс Мы просто общались, были знакомы Дальше он был распределен в Гродненскую пограничную группу Общение было на время Как оказалось, потом на время потеряно Дальше Я была на старших курсах Он приехал на переподготовку по своей специальности Ну я решила возобновить общение Взяли инициативу с вами Да, проявила инициативу Вот, мы стали снова общаться И спустя год мы поженились Ну, нормально Поженились и приехали вместе уже сюда Ну я приехала уже сюда, к нему Алена, расскажите, вот я все освоил, да Общая сфера, да, занятий с вашим мужем А это сближает? То есть у вас есть такое, что вы приходите Домой за чашечкой кофе Вот у меня был сегодня случай Я такая, это ерунда Вот у меня случай Безусловно, это сближает Как бы мне проще, нам проще Потому что мы понимаем Сферу деятельности друг друга Изучали это все, конечно же, в институте Потому что у нас немножко разные Он охраняет границу То есть в лесу там ходит А я уже в пункте пропуска И в теплоте, да Удобнее Выходные У меня просто муж тоже пограничник Мы, выходные наши почти не пересекаются Как у вас? Надо было тебе про мужа спрашивать Не мне У вас много общего есть Переговорить Рассказывайте про выходные Про то, как вы отдыхаете Вообще и проводите время Вообще, ну, руководство старается Идти нам на встречу То есть у меня график нормированный То есть день, ночь, отсыпной, выходной Я всегда знаю, когда у меня будет отсыпной Когда выходной У мужа же это сутки, через сутки Там может быть такое Но стараются ставить так Чтобы вместе отдыхали Совпадает Бывает такое Конечно Хорошо Как отдыхаете? Как проводите свободное время? Может быть, о каких-то увлечениях Интересах, хобби своих? Расскажите Ну, придерживаемся здорового вопроса жизни, конечно Периодически можно выйти прогуляться Либо на какую-то пробежку Ну, периодически, конечно, хочется отдохнуть Просто побыть дома вдвоем Поговорить о том, что было у нас на работе В случае обсудить всякие А у вас совпадает время у выходных? Бывает Редко Редко, но бывает Хорошо, что отпуск всегда совпадает Хоть это, да Что бы вы хотели пожелать в этот праздничный день Своим коллегам Те, кто, может быть, сейчас прямо смотрит вас И, может, улыбаются И говорят Вот, это наш человек Наш контролер Конечно, всем здоровья Всем мира и добра С праздником всех Всего хорошего Мы желаем и вам тоже Успехов И еще раз с праздником Спасибо большое А мы напоминаем У нас в гостях Была военнослужащая Гродненской пограничной группы Алена Мотыль Старший контролер Отделения пограничного контроля Берестовица Ну, а мы продолжаем Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова